Привет, братья и сестренки! Одна из самых популярных тем на моем канале это плоская земля. Что бы там ни говорили, я иногда в комментариях вижу следующее сообщение. Ты своей пропагандой плоской земли порочишь тему веганства, отпугиваешь веганов. Я детально проанализировал этот вопрос и посмотрел, сколько из каких роликов на меня подписывается людей. Так вот, докладываю, с роликов про плоскую землю на меня подписывается гораздо больше, нежели чем с роликов про веганца с раедни вместе взятых. Так что ж такое плоская земля на самом деле? Это один из путей познания, происходящего вокруг. У тебя может быть хреновое здоровье, которое ты себе создал посредством потребления дерьмовой пищи, либо, например, ты курил и бухал. Докурился, допился, тебе стало плохо, ты начал изучать информацию о том, как тебе вылечить свое здоровье, и ты понимаешь, ааа, так оказывается у меня легкие больные из-за того, что я курю, ааа, так у меня печень накрылась, мозг не соображает из-за того, что я бухаю. Он перестает курить и бухать и оздоравливается. Он выходит на понимание других вещей через проблемы со здоровьем. А другой, например, не бухает и не курит в таких количествах, поэтому не выходит к пониманию происходящего через свое хреновое здоровье. А допустим, его конкретно жучит какая-нибудь организация, которая требует с него деньги. Например, какой-нибудь банк за кредиты. Он поднимает документы и выясняется, что, оказывается, взаимодействие происходит совершенно по иным правилам. И это другой путь. Другими словами, человек, который заинтересован в познании происходящего, рано или поздно приходит к пониманию всех аспектов нашего бытия, независимо от того, какой путь изначально он выбрал. Здоровье, экономика, политика, мироустройство и космос. Я в свое время выпустил ролик, который называется «Молочная промышленность за 5 минут». Я получил огромное количество благодарностей. И именно этот ролик, пробивной, за 5 минут смог переубедить, заставить задуматься тысячи и тысячи людей. Я подумал, что было бы неплохо записать подобный ролик на тему плоской земли и назвать его «Плоская земля» за 5 минут. К сожалению, в теме плоской земли гораздо больше аспектов, нежели чем в теме молочной промышленности. Там их буквально десяток. В теме плоской земли их может быть даже сотни. И это серьезная проблема написать хороший сценарий для 5-минутного ролика про плоскую землю. Причем такой, чтобы он прошибал любого. И мне пришла идея провести конкурс на написание подобного сценария. Наверняка, среди вас много тех, кто умеет хорошо писать. Итак, условия. Пишите в комментариях под этим видео свои варианты сценариев про плоскую землю объемом примерно 5000 знаков. И тут участник, чей вариант я выберу и сниму по нему видео, получит от меня 10 тысяч рублей. Давай закроем эту тему раз навсегда.